Всем привет! Не так давно мы решили с моим молодым человеком и нашим котом переехать в Турцию из Санкт-Петербурга. И этот месяц мы будем в Стамбуле. Посмотрим на город, понравится нам или нет, захотим ли мы тут остаться. Может быть, лучше переехать куда-то поближе к морю, но в ближайший месяц буду вам снимать видео из Стамбула, рассказывать, где мы бываем и, в принципе, показывать город. Так что надеюсь, что вам понравится. Вот здесь находится наш отель, точнее апартаменты. На третьем этаже мы живем. И прямо сразу у нас почти что... Ну, не главная улица, но одна из очень многолюдных, проходимых, много магазинчиков разных здесь. Здесь окна наших апартаментов как раз выходят на эту улицу. И здесь я покупаю себе свежевыжатый гранатовый сок. Первый раз попробовала здесь, и мне очень понравилось. Сейчас покажу, что можно увидеть, пройдя по этой улице до конца. Вот я дошла до конца этой улицы. Здесь находится мечеть. Виден Босфор. И в этом направлении, пройдя пять минут, можно оказаться в модном районе Каракёй. Там много классных кафе. Возможно, я дойду еще и сниму, и покажу. Так, ну что, вот я уже иду в обратную сторону, и здесь очень шумно, много машин и очень опасное движение на дороге в плане того, что все переходит на красный свет. Мы сейчас отправляемся на завтрак. Я увидела, что возле нашего отеля, точнее апартаментов, находится оптический салон. И я купила себе там линзы в два раза дешевле, чем если бы я покупала их в России. Я пользуюсь Акубью Оазисом, однодневными. И, в общем, цена просто потрясающая на них здесь, потому что у нас после изменения курса в России они еще и подорожали очень сильно. Так что правильно я сделала, что не покупала их про запас в России, а купила здесь. Опять же, забыла сказать, одни линзы на один глаз стоят 400 вир здесь. Вообще, я первый раз в Турции, и Никита тоже. Мы решили изначально поехать в Стамбул и дать некий испытательный срок этому городу, посмотреть на этот город и чтобы город посмотрел на нас. Да, прям как первый месяц при трудоустройстве на работу. Но, не знаю, пока что это второй день нашего пребывания здесь. И очень-очень, на очень много же дней приехать, погулять, потусить здесь. Неделю-две-три. Наверное, круто. Не, наверное, а точно. А вот жить постоянно, это, конечно, остается под вопросом. Здесь очень холмистая местность, и ты то идёшь вверх в горку, то вниз. Сейчас покажу... Уже одышка. Сейчас покажу, в какую горку я иду. Ну, конечно, до меня, которые не любят заниматься спортом. Это отличный спорт. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, теперь я могу показать вам наши апартаменты, которые мы сняли на неделю. Нужно подняться по такой лестнице на третий этаж, учитывая, что первый наш российский этаж, это здесь нулевой. Вот наши апартаменты. Вот так выглядит наша квартира, которую мы сняли на одну неделю в районе Биогу. Здесь есть зеркало в полный рост, здесь находится душевая. По сути, это студия, потому что здесь же и находится и такая мини-кухня. Здесь есть вся посуда, кастрюли, сковородки, чашки, кружки, приборы столовые. Вот здесь мы уже оборудовали место для нашего фили. Это место для завтраков и обедов. Здесь есть также рабочее место, но мы используем рабочее место вот здесь, этот диван. На нём намного удобнее сидеть, чем за этим стульчиком. Также квартира была поделена на две зоны, то есть спальную и здесь как бы рабочая и кухня. И вот этот стеллаж, он стоял вертикально, поскольку наш кот очень любит на него забираться, мы решили его изменить и переставить так горизонтально. Также здесь уже были полотенца, постельное бельё, всё очень свежее, без пятен, без волос чьих-либо. Ну и здесь также можно повешать вещи, есть небольшой шкаф. И сейчас покажу вам вид из окна. Вот, это как раз та улица, про которую я говорила, что она шумная, многолюдная. И вот как раз здесь я беру свежевыжатый гранатовый сок. Очень вкусно, он меня очень впечатлил, поэтому я о нём так много и говорю. Здесь у нас три окна, получается, в комнате, но окна всегда закрыты этими плотными белыми шторами, потому что вот почему. Напротив есть пятизвёздочный отель, там тоже люди, и когда окна открыты, всё очень прекрасно видно. Вот такой вот вид. Вот, Фил пришёл, тоже пошёл. Мы решили выйти на вечернюю прогулку по нашему району. Мы живём в би-йогу, на самом деле это почти центр их здесь, может быть, в центре, я первый раз там буду. Коему подошли, уже экстрапарки. На самом деле ничего такого мы не купили. Потому что мы ходим завтракать и обедать куда-то в кафе, но мы взяли себе воду попить домой. Чай, кстати, очень вкусный, с какими-то ягодами, но заваривается всего лишь на один раз. Тоже взяли попробовать такой кофе от Старбакса, печенье, я их уже здесь покупаю не первый раз, и оно очень вкусное. Вот это взяли на пробу, а вот этого я съела уже две пачки. Оно с солёной карамелью и какое-то просто нереально вкусное, у меня от него зависимость уже образовалась. Вот, и такой полезный перекус, тоже уже взяли вторую пачку с собой. Здесь сушёный инжир, вишня и, что это у нас, грецкий орех. Очень вкусно, никогда не ела сушёный инжир, это просто даже вкуснее, чем свежий. Вот, ну а скоро пойдём уже гулять и покажу, запишу видео с прогулки. Так, сейчас мы решили идти прогуляться. В вечере мы как раз пойдём на ту самую улицу Истекляль и, возможно, даже поднимемся на Галату. Кстати, что ещё хотела добавить, то что я с собой из России довезла зимний пуховик. Я почему-то думала, что здесь будет холодно. Надеюсь, что в наберёте-декабре ещё похолодает, иначе я не знаю, зачем я везла пуховик. Который меня занял примерно половину чемодана. Вот мы подошли к Башингам. Это всё очередь за билетами, поэтому как-нибудь в следующий раз мы сюда сходим. Субтитры сделал DimaTorzok Так выглядит наберёте-декабре. Так выглядит наберёте-декабре. Добавил субтитры сделал DimaTorzok В общем, что я могу вам сказать по итогу нашего пребывания здесь, в районе Биопу, в европейской части Стамбула. Я очень рекомендую её для тех, кто также поедет в Стамбул в первый раз, потому что здесь просто эпицентр всего. Тусовок, кофейн, баров, магазинов. И если вы снимете здесь отели, апартаменты, то вы вообще не будете даже думать о том, куда пойти на обед, куда пойти погулять. Потому что здесь везде очень маленькие улочки, они очень красивые, растут деревья на них, всё так зелено. Плюс есть рядом с набережной, такой небольшой район, называется Каракёй. И там по вечерам шумно, тусовки, открыты бары. Так что для любителей потусить можно расположиться поближе к Каракёю. Также здесь в пешей доступности Галатская башня и улица Истекляль, по которой ходит этот знаменитый красный трамвайчик. И также на этой улице можно устроить себе шоппинг, просто в различные кофейни позаходить. Так что мне здесь очень понравилось. Ну, а следующие видео я уже буду снимать из азиатской части, туда мы совсем скоро уже отправимся.